приветствую всех записываем ролик с удовлетворительным качеством звука надеюсь это поможет лучше воспринимать информацию в прошлом ролике поговорили о том как строить главное окно диалоговые окна строили до этого и закончили ролик тем что у нас получилось сделать главное окно но без наполнения информации и о том как наполнять информацию решили поговорить дальнейшем вот сегодня как раз самое время об этом поговорить и казалось бы все достаточно просто у нас есть графические элементы отображения информации даже если мы хотим по разному информацию отобразить мы просто туда добавляем соответствующие значения они отображаются никаких проблем действительно никаких проблем на этом уровне представление у нас нет ну давайте постараемся мыслить шире допустим что мы пишем программу серьезную которую будем длительное время поддерживать добавлять ее функционалом исправлять ошибки отлаживаться и так далее и тогда мы получаем следующую картину вот эти элементы отображения информации будут работать таким образом что каждый из них будет снабжен кодом наполняющим этот элемент то есть у нас есть некоторая источник информации откуда мы его берем преобразовываем эту информацию так графических элементах она может отображаться только в текстовом виде более того в текстовом виде определенным заданным шрифтом заданным форматированием по левому по правому краю то есть допустим у нас есть числовая информация чтобы ее отобразить надо сначала преобразовать строку и дальше поместить соответствующий элемент причем если мы хотим одну и ту же информацию отобразить по-разному примером является файловый диалог например я пытаюсь открыть файл у меня будет вызван файловый диалог и здесь есть отображение корневого каталога и есть отображение текущего каталога причем корневой каталог в виде некоторого дерева отображается текущий каталог виде таблицы например или я могу настроить как я хочу одна и та же информация отображается разными способами то есть мне для того чтобы реализовать в том виде в котором мы сейчас обсуждаем надо наполнять кошки независимо при этом будет использован более-менее похожие конструкт кода наполнение кода которая повлечет за собой повторение кода а следовательно ошибки более того если мы будем все это помещать в окошке независимо у нас возник еще копии данных которые тоже в общем то не хорошо когда есть их надо синхронизировать затем чтобы они были одинаковыми за этим надо следить отдельно отдельно писать код который при активной работе с данными добавление удаление редактирования тоже должен снабжаться ну снабжаться вот этот процесс должен снабжаться дополнительным кодом синхронизации я уже не говорю о реализации различного рода действий как то например выделение когда я щелкаю по одному окошку выделяю у меня выделяется во всех остальных окошках ну такие вот действия они требуют достаточно обширного функционала для реализации и в общем то опытные программисты они сразу же приходят тому что им данные бы желательно хранить в одном месте реализация реализовывать преобразование запись данных тоже в одном месте а в этих элементах только запрашивать уже преобразованную готовую для отображения информацию и отображать вот в этом и заключается суть технологий который называется модель представления контроллер классическом варианте он статья википедии посвященная этой технологии картинку если пошире открыть здесь принцип достаточно простой функционал по отображению информации работы с данными разделяется на три составляющие модель представление модель модул представление view и управляющий элемент контроль модель занимается предоставлением информации преобразованием изменением информации с фиксированными интерфейсами выдачи информации записи информации представление занимается отображением информации которая выдана из модели и контроллер получает от пользователя команды на изменение информации в удобном для пользователя виде например в виде тоже графе реализованных неких графических элементов и изменение которые здесь пользователь виде команд задал вносит в модель модель уже их изменяет записывать там куда надо и так далее ну вот эта классическая схема здесь не существует или нет не отображено не отражено то что данные не обязательно могут прямо находиться в этом модуле это не обязательно стоит с той точки зрения что данные могут например размещаться хранилище в базе данных файлах в облаке где угодно модель может являться лишь прослойкой для доступа к данным такая концепция если в целом ее рассмотреть и она же реализована библиотеке кьют вот страничка посвященная реализация этой технологии и здесь картинка немножко другая то есть если сравнить тем что здесь еще раз такое вот получается цикличная форма взаимодействия то здесь тоже цикл но контроллера тут нет вместо него некий делегат есть или гейт который взаимодействие не напрямую с пользователем а с представлением в остальном в общем то то же самое ну и вот нарисован пунктиром квадратик дэйта который намекает на то что данные не обязательно размещаются внутри класса модель ну то есть отличий принципиальных особенно нет вот с помощью этой концепции мы попытаемся разобраться как реализовывать доступ к данным приложений через графический интерфейс на первый взгляд может показаться что такой подход довольно лишний то есть проще конечно напихать данные в графические элементы но если поработать с проектом пописать программы достаточное время конце концов любой здравомыслящий программист придет к тому что проще один раз заморочиться сделать вот эту вот штуку внутри своего приложения и потом уже не тратить большое количество усилий на отладку и поиск ошибок что немаловажно один раз отладится добиться того что все работает и потом уже функционировать сегодня мы с вами рассмотрим только два элемента представление модель информации много сразу переходить к более тонким вещам связанным с редактированием данных и таким вещам как прослойки модели там прокси модели так называемые мы пока не будем рассмотрим только представление и с одной стороны простой вариант достаточно обобщенный вариант реализации модели до представления в общем то они говорить много не стоит то есть есть у нас класс абстракт который собственно реализует представление он является предком для всех остальных классов и наследует различные классы представлений в числе которых например лист ютейбл ютрию есть другие они вот здесь служебные уже колонн и вот а вот от последующих вот этих классов наследуются и другие в том числе представления и казалось бы в общем то достаточно не ассортимент малый ассортимент таких классов нас присутствует тем не менее если поразмыслить то можно прийти к выводу о том что большинство данных с которыми работает пользователь можно представить либо виде списков либо виде таблиц либо в виде древовидной структуры даже если в исходном своем состоянии данные не являются являются собой вот эти вот конструкции то к этим конструкциям можно данные привести с некоторыми допущениями то есть даже если у нас структура связи между элементами данных не древовидная мы можем посредством ссылок аналогичных например как организованы некоторые файловые системы ссылки ярлыки и так далее представить данные все равно в виде дерева и отобразить соответственно либо вот в таких вот элементах графических списках таблицах или деревьев и оказывается что в общем то для большинства случаев этого достаточно а уже дальше специфические вещи типа файлового диалога они тоже в принципе возможно их отображение но это уже как бы специфика которая иногда требуется посмотрим на набор методов класса abstract item view он достаточно обширный это намекает на то что функциональность достаточно большая по названию видно что здесь вот есть нити там скроллинг drag and drop то есть перетаскивание редактирование некие там конки и так далее и так далее и так далее нам сегодня достаточно будет о этих классах узнать что у этого класса есть он во первых наследуется от виджета и в этого класса есть метод set model то что он наследуется от виджета это значит класс можно использовать как обычный виджет вставлять его другие виджеты расставлять его автоматическая установка и так далее а соответственно задавая ему конкретную реализованную модель мы таким образом определяем какая информация и как будет отображаться этим классом в чистом виде абстрактный класс мы применять не будем мы будем применять от наследования от него реализованные уже класса листью table view и 3 view и собственно эти классы у нас использованы в качестве вот этих виджетов в мди и пространстве области то есть мол молки документ интерфейс используем в качестве основных окошек для отображения информации если посмотреть коде вот у нас наполнение центрального виджета и здесь видно что создается как раз 3 view table view и листью работа с ними ведется также как с обычными виджетами вот например задаются заголовки об этом мы в принципе уже говорили а кроме этого им задается модель он метод set model причем модель как можно видеть сдается одна и та же собственно то с чего мы начали данные размещаются в одной модели а эти графические элементы используются для отображения информации и вот создается модель и собственно основное то о чем мы сегодня поговорим это то о том как эту модель выстроить сделать так чтобы она нормально функционировала для реализации этой модели используются классы отнаследованные вот класса абстракт а этом моду вот он этот класс у него тоже много потомков но прежде чем мы его будем рассматривать можно перейдя на эту страничку с этого класса нажать смотреть далее посмотреть подробнее и здесь есть ссылка на общее описание того как работает принцип model view cute вот у меня эта страничка открыта и тут почитать более подробно как это работает с точки зрения как это реализовывать при с примерами соответствующими примерчиками небольшими исходных кодов и то как мы будем вот вот эта картинка нам понадобится сейчас для того чтобы разобраться как собственно реализовывать модель данных в том виде в котором будет понятно всем представлением кьют библиотеки кьют для этого посмотрим внимательно на набор методов класса абстракт айтам you не модул абстракт айтам модул и можно заметить что здесь есть набор достаточно большой набор виртуальных функций и часть из этих функций чисто абстрактная вот она чисто абстракт на это ниже организм понятие того что у нас эта функция не реализована вот здесь равно нулю начать функция не реализована и значит нам эту функцию для того чтобы функционал класса использовать классе потомки необходимо реализовать что у нас что-то работал вот таких функций здесь несколько если внимательно приглядеться есть колонка он дэйта индекс parent row count ну и похоже все есть набор виртуальных функций которые реализованы но в общем то их желательно реализовать для того чтобы какую-то свою функциональность модели выстроить что из себя представляет модель то есть модель мы сейчас оговорились она призвана предоставлять доступ да то есть нам нужно каким-то образом определить как адресовывать данные и как их получать и желательно даже как их изменять ну как их адресовывать для этого есть специальный класс модул индекс потом он здесь чаще всего фигурирует списке методов вот он вот он вот он вот он вот дальше когда как нам по то есть это индекс из названия понятно что объект этого класса он адресует доступ предоставлен по нему осуществляется доступ данным он адресует данным уточню что не просто данные а некий элемент данных то есть один объект класса модуль индекс он адресует некоторую ячейку это логично поскольку данные у нас могут размещаться представляться в виде таблиц то вот ячейка таблицы очень все похоже давайте например откроем какой-нибудь описание метода например дейта вот модул индекс щелкнем откроем страничку посвященную этому классу и видим что здесь функционал поскромнее его можно охватить взглядом на одной страничке колонка то есть столбец данные дэйта некие флаги некий интернал айди внутренний идентификатор интернал поэнта внутренний указатель из велит ну то есть очевидно значит правильный неправильный валидный и невалидный модель указатель на модель которой этот индекс принадлежит parent то есть предок строка ну и некоторый набор операций которые нам сейчас не потребуются они для того чтобы этот объект класс нормально работал сделан из перечисленного какой можно сделать вывод ну во первых основная адресация как можно видеть она происходит по номеру столбца и строки колум и row и также здесь присутствуют некие загадочные интернала и интерн pointer которые тоже видимо как-то участвуют в работе с данными тем более есть функция дейта которая тоже возвращает данные для этого индекса то есть вот такой класс который позволяет нам адресовать некий элемент данных в модели данных есть у нас модель данных чтобы обратиться к некоторому элементу нам нужно иметь вот такой объект модул индекс что это означает вот теперь переведем взгляд свой на вот эти схемки есть три классических варианта реализации модели список таблица дерево список у нас просто элементы расположены один за другим и у них строки пронумерованы а столбцы всегда нулевые таблица есть строки есть столбцы соответственно адресация к элементу происходит по номеру строки и номеру столбца дерево элементы помещены в иерархию и для того чтобы адресовать элемент обратиться к нему надо и знать значение строки но как можно видеть из рисунка значение строки оно относительно предка то есть вот здесь вроде как строка уже далеко не первая вот оно и вот здесь далеко не первое но она пронумерована 0 1 то есть начиная с предка 0 1 то есть для того чтобы адресовать конкретный элемент нужно знать не только номер строки из столбца но и предка, с которым он связан, то есть того, кто находится выше в иерархии. Вот эти три подхода, они реализовываются внутри модели данных, такой как Item Model. Соответственно, мы можем реализовать свою модель данных, где данные будут таким образом организованы и предоставлять данные через эту модель для отображения. И из этого, от того, что мы рассмотрели, можно сделать вывод, что для того, чтобы нам это все нормально организовать внутри своего приложения, если, конечно, нам это надо, то есть если нам нужна иерархия, мы должны вот так ее организовать. Нам нужно, во-первых, самостоятельно эту иерархию у себя организовать во внутренних структурах приложения и дальше отобразить ее через модель данных, которую мы реализовываем, на внешние классы по отношению к нам, то есть на представление. А это можно сделать, создавая, так как нам удобно, объекты класса ModelIndex. И для этого, собственно, служат методы модели, которые называются Index и Parent. Кроме этого, есть еще вспомогательные методы, типа ColumnCount и RowCount. То есть вот эти четыре метода, они организуют иерархию модели, ну или просто, если иерархии нет, некое пространство адресуемых элементов. Эти методы вызывают, вызываются в процессе работы уже созданных объектов в библиотеке Qt, то есть не нами, а внутри реализованной библиотеки. То есть когда мы создали модель, задали эту модель классу отображения, показали этот класс отображения на экране, начинается обработка информации и периодически при отрисовке виджета происходит вызов этих методов. Наша задача реализовать эти методы таким образом, чтобы они выдавали правильные данные. Что это значит на примере метода Index? Нам нужно сформировать класс Index для заданного номера строки и столбца и для заданного предка. Нам нужно выдать правильный индекс, какой нам удобно. Почему нам это важно? Потому что этот индекс потом, когда дойдет очередь собственно для дозапроса данных, он придет в метод Data, который нам надо реализовать таким образом, чтобы по заданному индексу возвращались те данные, которые этому индексу соответствуют. Таким образом нам нужно сделать два основополагающих решения при реализации модели. Первое, это выстроить вот такую иерархию, если она есть, или плоскую структуру, если нам не нужна иерархия. И второе, определиться, какие данные мы будем по запросу для каждой ячейки выдавать, и в каком виде. То есть две позиции. Что значит, какие данные выдавать теперь? То есть есть у нас такой метод Data, я еще раз перейду на его описание. Здесь, кроме, собственно, параметра передаваемого индекса, для которого система хочет получить данные, есть второй параметр Roll. Роль. Вот здесь вот фраза Under the given role, то есть для востребованной роли. Что значит роль? То есть вот здесь есть ссылочка на ItemDataRoll. То есть этот метод вызывается не единожды для одной и той же клеточки. Он вызывается в зависимости от того, какую информацию о элементе данных, который система хочет отобразить, она хочет получить. Она вызывает для разных ролей этот метод. Вот здесь эти роли перечислены. Кроме того, есть в конце загадочное сочетание UserRoll, которое намекает нам на том, что мы можем и сами роль, если необходимо, создать. Ну вот из того, что в начале списка перечислено, DisplayRoll, то есть это самая основная роль, это, собственно, когда система просто запрашивает данные для ячейки в текстовом виде. DecorationRoll, это когда система запрашивает в виде картинки данные. То есть данные могут в виде текста представленной быть, либо в виде картинки. Это, если система запрашивает данные, которые будут использованы в процессе редактирования элементов. Про это мы попозже поговорим. всплывающая подсказка, информация статуса, what this, то есть использование кнопочки вопросительный знак в заголовке окна, а также связанные с размерами информация, тоже может быть запрошена. Ну и тут дополнительное, там вот цвет фона, цвет текста, форматирование текста и так далее, и так далее, и так далее. То есть ролей много. И вообще говоря, мы можем для каждой из этих ролей запрограммировать реакцию, если мы этого хотим. Если мы этого не хотим, мы возвращаем пустое значение, и это означает, что система сама должна догадаться, что отобразить, либо сделать какие-то действия по умолчанию. То есть реализовывая вот эти методы абстрактного класса, мы задаем иерархию, вот здесь, кстати, тоже поясняется, каким образом должна работать иерархия. Мы это сейчас разберем отдельно. И задаем способ отображения информации и, собственно, вид информации, которую мы хотим, чтобы она была видна в наших виджетах. Теперь давайте, собственно, разберемся, как нам это реализовать. То есть в целом понятно, нам надо взять готовые отображения, как правило, готовых нам достаточно, и сделать самому модель, отнаследовав ее от абстрактного класса abstract item module. и, соответственно, реализовать как минимум те методы, которые у нас обозначены как равно 0, то есть не реализованы. давайте этим и займемся. Я, естественно, сделал заготовку, чтобы не тратить время. вот здесь вот здесь у нас присутствует, в отличие от предыдущего проекта, класс example-item-model, в предыдущем ролике его не было, здесь он появился. Он отнаследован от того самого класса abstract item module, и реализует вот все те методы, которые мы перечислили. column, data, index, flags, parent, row count, и также другие методы, которые нам потребуются. Первое, что мы разберем, какие данные мы будем хранить и как их будем хранить. То есть данные мы будем хранить те, которые мы можем ввести в нашем диалоговом окне. Это dialog. И там, я напомню, было два поля name и text. Мы будем отображать элементы для двух полей name и text. Как мы их будем хранить? Мы попытаемся реализовать две функции. добавление и удаление элементов. Причем произвольно. Произвольно добавить элементы, куда захотим. Произвольно удалить элементы, какие мы выберем. Для этого нам потребуется конструкция данных следующего содержания. Мы создадим класс для хранения данных. Причем этот класс у нас должен реализовывать в том числе и иерархию. То есть элементы должны иерархически быть связаны один с другим. И в себе этот элемент данных будет содержать вот эти два поля name и text. Элементы мы будем помещать в отображение map. И к элементу данных будем обращаться по идентификатору, который здесь у нас будет иметь тип тип int. Здесь это важно. Таким образом у нас все элементы независимость того, как они относительно друг друга связаны иерархически, помещены в один такой словарик, к которому мы обращаемся по идентификатору. А собственно положение этих элементов будет определяться следующим образом. Будет некий корневой список элементов вот он root который будет представлять собой просто вектор идентификаторов. Здесь в подсказке всплывающей видно, что это вектор идентификаторов int. Он будет в себе содержать идентификаторы вот из этого словаря элементов которые находятся в самом верхнем уровне иерархии. А каждый из элементов в том числе верхнего уровня иерархии будет содержать в себе такой же список то есть вектор правильнее сказать такой же вектор элементов который находится на уровень ниже по отношению к текущему элементу. Таким образом будет реализована иерархия. Собственно вот как отображено здесь. То есть вот корневой список а вот элементы подчиненные элементу в корневом списке расположенному на первой позиции. и у него внутри объекта элемент data будет расположен список с идентификаторами этих элементов. Зачем такая хитрая структура? Нам надо удалять элементы. Если мы просто разместим элементы в векторе непосредственно вот эти элементы model элементов и соответственно внутри этого элемента разместим вектор других элементов это нам затруднит следующий момент. Этот элемент будет ссылаться на своего потомка. Каждый элемент будет ссылаться на своего потомка. Он должен хранить идентификатор этого потомка. Если мы удалим какой-то элемент на уровень выше текущего, то нам нужно будет все элементы нижних уровней найти и для них изменить нумерацию предков. Потому что при удалении элемента из вектора все порядковые номера элементов внутри вектора поменяют. Не все, а те, которые ниже расположены удаленного элемента, они изменятся. Нам надо во всех элементах будет откорректировать информацию, причем искать эти элементы, по иерархии пробегаться, то есть обход дерева делать, по сути дела, и это все выполнять. Если же в таком случае организовать данные, когда у нас будет словарик, будет вектор, то при удалении элемента с любой позиции, нам надо будет только перестроить вот этот вектор. Причем можно будет даже заново, можно конечно найти там элементы и перестроить и удалить его, но поиск элементов он в общем-то будет практически равнозначен наполнением вектора. Поскольку память под него уже выделена, элементы будут туда наполняться очень быстро. Так что перестройка индекса она займет даже не с точки зрения времени работы программы, здесь элементов мало, это в общем-то не критично для графического интерфейса, а с точки зрения набора команд, которые мы затратим на это дело и потом будем поддерживать. Нам лучше сделать код попроще, чтобы его потом было удобно поддерживать. Таким образом у нас будет организована иерархия. Как собственно будет выглядеть у нас элемент данный. Вот класс. Он здесь реализован более-менее четко с точки зрения объектно ориентированного программирования. Зачем? Для того, чтобы в общем-то уже код начался более-менее наполненный, большой, чтобы нам не ошибиться при отладке, не наделать глупых опечаток и ошибок. Поэтому все данные скрыты внутри класса, инкапсулированные. Доступ к ним в основном только по константным данным происходит. Вот name, вот текст, вот идентификатор предка элемента расположенного по иерархии выше. И есть, также пришлось ввести идентификатор на том уровне, где находится элемент, то есть, где он в списке находится на своем уровне. то есть, вот здесь localid будет 0, здесь localid будет 1, по сути дела. Это обратная связь, то есть, когда мы работаем с элементами, чтобы понять, где он находится в позиции, это удобнее, чем его заново искать в списке. То есть, связь идет как и в одну сторону по иерархии элементов, так и в другую сторону по указанию на предка, по указанию на текущий. Это, конечно, тоже требует обслуживания. Вот, соответственно, пришлось в этот класс добавить метод setLocalId, метод для неконстантной ссылки на список потомков, но мне показалось, что так будет удобнее. Все равно код получился поменьше, чем нежели заново заполнять все структуры при изменении данных. Какие данные? в элементе хранятся? Это основное, то есть name и текст, это указатели на предка и указатель на локальный идентификатор и, собственно, список идентификаторов потомков. И вот таким образом каждый элемент знает, какой у него вышестоящий элемент, в какой он позиции находится на текущем, на текущем уровне и какие у него потомки. то есть в общем-то такая некая разновидность элемента связанного списка получилась. И теперь это мы будем за счет таких элементов будем наполнять данные. Как мы будем это делать? мы сделаем функцию добавить данные и сделаем функцию удалить данные из модели. Кроме этого, при добавлении данных и удалении данных нам надо будет перестраивать индексы. Для этого мы реализуем метод Rebuild или Rebuild Index. Вот эти методы, вот эти два метода, они вспомогательные, они вызываются внутри метода Rebuild Index, а вот этот метод, он только для тестирования создан, который наполняет модель данными в момент запуска приложения. Давайте разберем эти методы, они не относятся к интерфейсу моделей, они именно внутренние, для работы с внутренними структурами. Тем не менее, надо понимать, как у нас эта иерархия внутри организована. Добавление элементов данных. Переходим в соответствующий метод. Он небольшой. Вот добавление элементов, то есть пара строк, которые сюда передаются, она собственно содержит в себе имя и текст. Первое элемент пары это имя, второе текст. Дальше предок это идентификатор, указывающий на то, что какой элемент является вышестоящим по иерархии. Если вышестоящего элемента нет, то устанавливается константа incorrect id. И локальный идентификатор также на какое место мы вставляем элемент. Нам это надо знать. Вот эти методы begin reset model и end reset model обозначают, что мы вот сейчас, в данный момент, будем менять содержание модели. Это нужно для того, чтобы заблокировать запросы данных от модели. То есть это своего рода mutex реализованный именно для работы с моделью данных. Поскольку у нас приложение может быть многопоточное, поскольку у нас постоянно идет цикл отрисовки окон, соответственно постоянно запрашиваются данные, в том числе и из модели. Соответственно нам нужны эти методы для того, чтобы сказать системе, что сейчас мы что-то поменяем. вот эта конструкция выглядит немножко страшновато на самом деле. Опять-таки достаточно простая. Здесь проверяется куда нам надо добавить данные. Дальше вычисляется идентификатор предка. И вычисляется идентификатор поскольку это добавляем элемент какой идентификатор появится у добавленного элемента. Можно даже сейчас эту конструкцию особенно не разбирать. Суть не в том, а в том, что мы сейчас помещаем данные в словарик с вычисленным нами идентификатором и с новым элементом. Вот он. а дальше вызываем функцию перестройки индекса. Вот она указывая ей, что в том числе был добавлен новый элемент с текущим идентификатором. При удалении элемента здесь используется тип данных model index list, который мы чуть позже разбирать сейчас не будем, но про model index мы поговорим позже. А model index list представляет собой список данных типа model index. Сам этот класс мы разбирали с вами, поэтому в общем-то можем понять, в этом методе мы пробегаемся по этому списку цикл for ищем соответствующие элементы, которые нам предназначены для удаления. если элемент найден, здесь некоторая защита от сбоя стоит, если элемент найден, то мы инициируем операцию удаления. Причем поскольку у нас присутствует иерархия наших данных, то просто так элемент удалить мы не сможем, вернее мы конечно сможем, но мы потеряем ссылки на всех потомков. нам сначала надо пробежаться до конца дерева и начать удаление с конца этого дерева, самых лепестков. Для этого мы организуем очередь. Вообще механизм пробегания по дереву можно реализовать и рекурсивной функцией. Но рекурсивная функция, у меня есть некоторое предубеждение от использования рекурсивных функций, в ней всегда заложено возможность переполнения стека для таких языков как C++. Поэтому опять-таки для графического интерфейса переполнение вряд ли будет возможно, но с учетом того, что всегда код, который здесь реализован, можно будет использовать в других конструкциях. Можно машинально его скопировать в другие проекты и там уже переполнение стека возникнет. Чтобы переполнение стек не возникало, организуется очередь в виде списка, куда добавляются идентификаторы элементов на добавление и удаление начинается с конца этой очереди. То есть, когда мы дошли до конца дерева, удаляется элемент в конце дерева, из очереди он убирается и дальше удаляют все элементы, которые попали в очередь. причем здесь уже даже не важно с конца мы начинаем очереди или сначала в очереди удалять. Если у нас все элементы идентификаторы этих элементов в очередь на удаление попали и мы все элементы обошли, то здесь уже не важно в конце или сначала мы начинаем удалять его. И самое главное, что нам надо еще запомнить для каких элементов у нас прошло удаление, чтобы перестроить индекс для них. Мы можем перестроить индекс корневой можем перестроить индекс конкретного элемента внутри которого произошло удаление и вот мы запоминаем что нам надо перестроить и перестраиваем элемент индекс для каждого элемента для которого было затронуто удаление а почему у нас это все так сложно потому что вот этот список индексов он у нас будет вызываться составляться на основе выделенных элементов а элементы по логике мы можем выделить любые то есть не подряд 1 2 3 4 5 а любые из любого уровня иерархии выделить и удалить при этом должно все нормально отработать поэтому вот функция удаления выглядит довольно таки наполнена сложно но в общем то если разобраться особо ничего сложного она не делает как организовано перестроение вот этот вот от мы пока пропустим а взглянем вот на вот эту функцию перестроение индекс значит нам надо знать для какого элемента индекс перестроить и какие элементы были добавлены зачем нам это знать потому что элементы которые добавлены они еще не в индексе их нет в индекс и мы перестроение индекса осуществляем в два этапа сначала перебираем старый индекс вот здесь мы его формируем ссылку на него формируем если у нас идентификатор предка равен им корректа идея это значит что мы строим индекс верхнего уровня соответственно это root если идентификатор не равен значит это идентификатор конкретного элемента и мы берем его потомков это и есть индекс сначала пробегаемся по ним и наполняем их в новый список функции add IDs to index но не просто так наполняем а мы проверяем есть ли эти элементы в списке данных то есть если элементы были удалены они присутствовали в что они в новый индекс не попадают и таким же образом мы пробегаемся по новым добавленным элементам которые здесь переданы в списке и таким же образом помещаем их в новый индекс а потом новый индекс созданный здесь локально мы перемещаем используя конструкцию move собственно в тот индекс который мы перестраивали вот в этот и ну и вспомогательные две функции которые это реализовывают одна из них добавить идентификатор в индекс делает достаточно простую операцию проверяет наличие соответствующего элемента идентификатора в словарике если он там присутствует то устанавливает для него локальный локальную позицию которым будет занимать на своем уровне иерархии и дальше добавляет его в собственно в этот индекс что это означает зачем так сделано то есть мы наполняем конкретный вектор идентификаторов идентификаторами там что-то уже заполнено в этом векторе элемент будет добавлен в конец этого вектора соответственно его позиция будет равна вызову функции сайс до того момента как мы туда вставили значение это такая просто общеизвестная уловка наполнение сохранение вектора сохранение идентификатора текущего и когда нам нужно не один элемент вставить а группу элементов используется конструкция for each где мы пробегаемся по всем элементам идентификатором одного вектора и для каждого этого идентификатора вызываем функцию эту индекс добавляем в новый индекс элемент то есть это такие вспомогательные функции которые нам позволяют решить проблему перестроения индекса все эти функции достаточно коротенькие и в общем то понятно как работают ничего особенно хитрого в них нет таким образом мы не пока обращая внимание на внешние интерфейсы класса и там model мы реализовали внутреннюю структуру данных добавление элементов удаление элементов перестроение индекса и так далее ну конечно вот можно обратить внимание на функцию получения информации то есть по некоторой загадочной структуре pointer мы получаем данные вот она здесь присутствует то есть это это эта структура преобразовывается к идентификатору int и запрашиваются данные да это то есть конкретный элемент ссылка на него запрашивается то есть вот эти функции которые мы рассмотрели они позволяют нам реализовать доступ к данным на уровне наших внутренних структур которые мы хотели использовать в своем приложении эти структуры дальше можно там записывать файл еще куда-то записывать то есть просто этот словарик который у нас здесь создан можем как угодно куда угодно поместить в каком удобно а в каком угодно удобном нам виде а теперь нам нужно реализовать выдачу этих данных по интерфейсу который определен уже библиотека киев него для этого будем разбирать две группы методов первая группа методов которую мы определили она реализовывает выдачу информации об иерархии методов одного или архи элементов данных одного элемента относительно другого сначала разберем коротенькие методы для того чтобы начать с чего-то можно было это методы вот такие например row count и так далее то есть у нас есть два метода один column count это количество столбцов у нас просто возвращает двойку то есть у нас поля 2 несмотря на то что есть иерархия все равно если рассматривать с точки зрения таблицы поля 2 над соответственно и столбца будет 2 так что этот метод самый простой он даже не требует в общем-то значение parent это значение можно в общем-то закомментировать второй метод похожий на column count row count то есть это количество строк количество строк он чуть чуть посложнее метод потому что как мы видели в описании реализации модели у нас количество строк отличается от уровня иерархии в котором мы находимся для которого мы получаем информацию то есть вот здесь например количество строк 2 вот на этом уровне 3 соответственно и так также нам надо реализовать работу метода найдем метод row count по идее он должен по алфавиту быть расположен да вот собственно что здесь происходит здесь проверяется передается параметрам индекс предка и если у нас предка нет то есть мы находимся на самом верхнем уровне иерархии тогда этот значение вот этого индекса но будет не валидным и правильно поэтому мы это и проверяем то есть если валидная то мы получаем соответствующий элемент информацию о нем смотрим информацию о его предках и вызываем для них функцию сайс таким образом получаем количество строк для предков для потомков для потомков элемента parent если у нас самый верхний уровень иерархии тогда мы просто возвращаем размер вектора root то есть количество элементов в самом верхнем уровне иерархии и здесь вот стоит такое преобразование static cast int откуда оно взялось почему значит тип векторов std вектор int то есть вектора библиотеки stl в общем то правильнее было бы использовать здесь вектор q то есть внутренний класс библиотеки шаблонный класс библиотеки кьют и в общем то впоследствии мы так и сделаем но сейчас пока оставим такой подход по какой причине то здесь вот смотрите определён тип индекс тайп который у нас присвоен вектор имеет значение вектор и вот этот преобразование к инту оно взялось от того что для идентификации элементов в шаблонном классе q вектор используется тип int тип идентификаторов int а для и других шаблонных контейнерах библиотеки кьют а для идентификации элементов в контейнерах библиотеки stl используется специальный тип который в зависимости от платформы здесь и на 64-разрядная он принимает значение типа либо 8-байт но либо 4-байт но и соответственно в данном случае 4-разрядная платформа функция сайст возвращает тип сайст а это значит что он 8-байтный а это значит что требуется преобразование к инту иначе будет компилятором обоснованно выдано предупреждение о том что вы тут что-то делает неправильно и вообще говоря собственно преобразование все равно она влечет за собой обрезание байт и перспективе возможные ошибки конечно вряд ли опять-таки для графического интерфейса но тем не менее теоретически эта ошибка возможно лучше такого не допускать и как я уже сказал лучше для контейнера было бы использовать q-вектор поскольку везде в других местах также у нас идет адресация по типу int в данном случае использован std вектор потому что при перестроении индекса я тут попробовал применить новую конструкцию из нового стандарта перемещения вот он для этого у шаблонного класса вектор должен быть конструктор который получает в качестве параметра универсальную ссылку с двумя амперсантами таким образом мы пробуем но этот качестве так скажем проверки просто что в данном компиляторе это работает мы пробуем использовать новую операцию перемещения в той версии библиотеки cute которая здесь установлена для класса q-вектор такой операции не реализовывал но в новых версиях она уже есть можно здесь пройти по ссылке вот он класс q-вектор его описание смотрим конструкторы и вот видим что есть конструктор который принимает на вход универсальную ссылку на такой же как он объект а это значит что когда этот проект переползет на новую версию библиотеки cute вот здесь вот можно просто поменять будет место std вектор написать q-вектор и из кода везде убрать вот эти вот страшные преобразования типов это такое небольшое релическое обступление было мы продолжаем разбор методов для реализации иерархии элементов то есть мы разобрали два простых метода количество столбцов количество строк теперь чуть чуть посложнее два метода индекс и parent индекс напоминаю формирует у нас индекс конкретного элемента который адресуется строкой столбцом и предков в общем то как нам фронт сформировать индекс для этого существует специальный метод create индекс вата значит нам туда по сути дела надо перевод передать строку столбец и третий параметр который у нас может быть либо вернемся к описанию класса либо этот параметр задает значение internal id либо internal pointer это в результате преобразуется к одному и тому же значению то есть либо указатель передается либо некое целочисленное значение то есть хранится она в одной ячейке все равно что так мы передали что так и в общем то этот третий параметр он придуман создан для того чтобы мы могли его использовать для собственных нужд для каких-то ссылок на собственной структуры данных и как раз данном случае такая ссылка и передается передается ссылка на идентификатор собственно элемента которые мы адресуем этим индексом идентификатор элемента в нашей структуре данных дата вот в этой структуре данных то есть получив такой индекс в любую функцию мы сможем по этому идентификатору получить данные достаточно просто зачем тут вот такая вот длинная конструкция опять-таки здесь проверяется кто является предком если это элемент верхнего уровня то мы берем данные из верхнего уровня индекса если это элемент чуть более нижнего уровня то мы берем соответственно список потомков предка то есть вся та же конструкция которую мы уже разбирали здесь в общем то это можно было даже универсальную какую-то функцию написать который здесь и здесь вызывается но поскольку здесь условный оператор в общем то надо было написать функцию по хорошему не написали на будущее все равно повторение кода происходит но тем не менее индекс определили для соответствующей индекса получили идентификатор по номеру столбца и создали индекс крейтинг свернули его в качестве результата работы функции но правда здесь еще есть одна проверочка на то что номер строки который передается в качестве параметра он не выходит за границы массива не удалось понять в каких случаях такой вот номер приходит то ли это в тех случаях когда некорректно работает код то есть например неправильно передается системе количество строк в этом случае соответственно может сюда прийти номер строки не соответствующий размеру либо все-таки в системе так как-то определено что иногда сюда приходит номер несоответствующей действительности поэтому на всякий случай пока эта проверка здесь стоит но есть подозрение что она лишняя если все правильно запрограммировать то этой проверки здесь быть не должно примерно по такому же принципу организуется работа метода parent то есть данном случае только идет обратное преобразование здесь из предка формируется индекс текущего элемента здесь из текущего элемента формируется индекс предка для этого сначала используется метод internal id как раз класса q-module-index то есть вот этот вот параметр который здесь добавляется третий он забирается из индекса и по нему мы сразу получаем доступ к элементу данных получив доступ к элементу данных можем получить доступ к предку к идентификатору предка а получив доступ к идентификатору предка мы получаем идентификатор на том уровне иерархии на котором он находится в local id соответственно номер столбца в данном случае должен быть всегда ноль и передаем идентификатор идентификатор в качестве третьего параметра идентификатор этого собственно элемента в данном случае кстати преобразование queen ptr на мой взгляд лишняя я попробую его удалить при компиляции это должно сработать потому что create индекс у нас имеет два варианта реализации как указатель можно передать так и идентификатор поэтому в данном случае int должно сработать нормально как вот здесь сработало хотя здесь у нас да здесь тоже int возвращается здесь должно было сработать сработало и здесь сработало здесь лишнее преобразование было итак мы определили вот эти четыре функции количество столбцов строк формирование индекса и формирование потомка и таким образом мы описали иерархию элемент нам осталось описать варианты возвращения данных как это сделать есть метод data который мы уже смотрели его описание в него приходит индекс индекс тот который мы формируем предыдущими методами рассмотрим и приходит роль для примера мы рассмотрим обработку данных для трех ролей это собственно основная роль отображения текста отображение картинки и отображение форматирования в каком виде нам отображать текст как его форматировать значит здесь стандартная проверка на то что индекс у нас корректный если не корректный просто пустое значение возвращаем и если корректный начинаем работу раз индекс корректный значит значение параметра internal id как раз у нас указывает на тот элемент который мы собираемся отобразить начнем его сразу получаем ссылку на него и дальше проверяем какая роль была запрошена для отображения для отображения текста мы смотрим значение столбца для первого столбца 0 отображаем name для второго столбца отображаем текст в других случаях если мы попадем в ветку default это будет означать что мы как-то неправильно запрограммировали нашу модель и у нас по какой-то причине значение столбца больше единицы у нас всего два столбца не может быть этого соответственно мы здесь ставим в от латчике вы вывод исключения на этом собственно все мы таким образом реализовали отображение информации для стандартной роли для картинок мы формируем две картинки про эти конструкции я вскользь рассказывал на это сейчас обращать внимание не стоит важно что здесь формируется два объекта в виде картинка картинки значит проверяем опять таки что у нас колонка не нулевая наоборот то есть если она не нулевая картинки не будет то есть выводим картинку только для нулевой колонки и соответственно смотрим размер поля name если она больше 7 то вводим одну картинку если меньше 7 другую но это только для разнообразия добавлено и для проверки работы вот этой роли ну у нас 7 это как-то многовато там будет выводиться соответственно если элементов больше 7 то плюс есть меньше 7 то крестик минус сейчас ситуация в мире сложная негатива и так много мы добавим позитива условия упростим если у нас элементов строке ней будет больше единицы будем вводить плюсики во всех остальных случаях крестики и собственно расстановка тоже достаточно просто для первого столбца расставляем элементы по центру для остальных столбцов по правому краю остальных столбцов у нас только один во всех остальных случаях вводим пустое значение те остальные случаи будут то есть здесь нельзя ставить assert потому что другие роли они тоже будут приходить сюда запросы на отображение других других ролях информации но мы эти запросы не обрабатываем система будет отрабатывать по умолчанию вот так у нас работает основная функция представления данных для классов представления две еще дополнительные вспомогательные функции которые мы переопределили одна функция это функция определяющие данные для заголовков таблиц или других вариантов отображения и она здесь работает по такому же принципу как обычная функция дэйта только здесь роли могут быть немножко другие и добавляется параметр orientation то есть заголовки могут быть как горизонтальные так и вертикальные мы обрабатываем только горизонтальные заголовки то есть если они не горизонтальные и если у нас запрашиваемая роль отлично от стандартный тогда мы просто возвращаем пустое значение если горизонтальная и роль у нас дисплей значит для первого столбца выводим name для второго столбца текст и крайняя функция которую мы здесь реализовали эта функция flex она задает вариант работы с моделью мы здесь сообщаем системе что элементы независимости от указанного индекса они всегда enabled активные то есть они не будут сереньким закрашиваться они всегда нормальным виде отображаются и selectable то есть их можно выделить а выделение нам нужно для того чтобы удалять эти элементы сохраним запустим сборку а тем временем вернемся главное окно и посмотрим как тут мы реализовали действия с данными модели во первых добавлена строчка создания модели вот она в конструкторе главного окна эта модель передается всем виджетом которые будут отображать данные из этой модели set model set model set model также мы для этих виджетов устанавливаем дополнительные настройки которые касаются выделения мы хотим чтобы выделялась целая строчка и чтобы выделение было в расширенном режиме то есть можно было выделять несколько строчек причем не подряд а зажав клавишу control разные строчки выделять кроме этого в работчики событий вот здесь у нас был добавлен временный код вызова окна на этот временный код убрали и и добавили изначальные конструкции по созданию элементов здесь для создания и удаления элементов используется конструкция selection то есть кроме того что мы взяли модель стандартные наши данных мы еще у первого виджета для которого задаем модель получаем загадочную конструкцию selection model который про которую мы еще не говорили ну по названию понятно что эта модель которая отвечает за выделение элементов про нее сегодня наверное уже говорить не будем ну в целом для того чтобы понятно было как это работает эта модель собственно содержит тебе информацию о выделенных элементов и для того чтобы выделение были выделение элементов были одинаковые во всех элементах отображения мы эту модель передаем и другие элементы тоже вот она передана а кроме этого она у нас является переменной класса а значит мы ее из будем использовать и используем для того чтобы получить информацию о том какие элементы выделены в случае с обработкой события добавления элемента мы смотрим какой элемент выделен причем этот элемент у нас может быть их может быть несколько как мы обговаривали то есть нас может быть несколько элементов выделено соответственно мы для каждого из этих элементов вызываем функцию добавление элемента вот то есть мы сначала смотрим какие элементы выделены вот этим циклом проверяем какие элементы выделены получаем для них информацию и помещаем информацию о них специальный список вот он дальше для этого списка вызываем нашу функцию add-dialog add row-dialog то есть там в этой функции вызывается диалоговое окно и так далее если у нас выделение нет то мы добавляем элементы в корневой каталог то есть нам зачем вот это все нужно для того чтобы добавить элементы не верхний уровень иерархии а в тот который для того элемента для которого мы выделили который мы выделили мы выделили этот элемент нажимаем плюс для него добавляется потомок а здесь ничего не выделено соответственно добавляем элемент верхнего уровня удаление тоже используют информацию о выделенных элементах вот здесь смотрится если что-то выделено значит вызываем функцию remove rows from data которую мы рассматривали для модели и туда передаем список выделенных элементов вот они select rows selected rows осталось разобрать функцию add row-dialog то есть собственно диалогового окна он выполняется привычным способом методом exec и проверяется если у нас пользователь завершил диалоговое окно с положительным решением тогда для модели вызываем рассмотренную нами функцию add row куда передаем информацию о добавляемом элементе которую берем у диалогового окна конечно надо открыть функцию реализованную в диалоговом окне потому что когда мы рассматривали реализацию реализацию диалогового окна этой функции не было она берет значение текст name текст и текст to plane текст то есть это преобразовывает содержимое многострочного текста окна к обычной строке и возвращает это дело в виде пары строк соответственно эту информацию мы как раз и забираем вот она информация и вот она вот эта информация и добавил дополняемые и информации о предке и позиции в списке вот это все уходит функцию и troll и в панель статуса выводит сообщение о том что элемент был добавлен вот так у нас работает встраивание модели в окно здесь следует заметить что в общем-то код достаточно небольшой вот в этом окне то есть конечно создание модели довольно таки объемная получилось вот аж 150 строк ну плюс конечно вот этот вот функция создания данных здесь добавлено я ее не рассматривал наверное не стоит рассматривать то есть вообще так делать не стоит албанский ад добавлять то есть это список инициализации который заполняет словарик вручную вот тут всеми идентификаторами даже дальше для каждого уровня иерархии там вызывается перестроение индекса то есть здесь очевидны следующие нарушения вообще проектирования в классе example item model конечно есть нами реализованные методы add row то есть их и надо использовать вот в том виде в котором мы реализовали а мы здесь внутри нашего класса воспользовавшись тем что у нас есть доступ к внутренним структурам данных мы их сами наполнили определили и значит мы сами должны были вызвать обслуживающие методы такие перестроение индекс более того сами проверить что у нас здесь все взаимные ссылки одних данных на другие правильные но это все сделано для демонстрации то есть такой код он выглядит коротко относительно и не требует там дополнительных всяких проверок и так далее я потратил на этот код минут 30 отлаживая вот эти все связки в том числе там обнаруживая ошибки несколько раз ошибся написал неправильно вынужден был добавить там в конструктор класса model element дополнительный параметр вот это все влечет за собой в последующем возможные ошибки то есть я мог здесь ошибиться и дальше бы все пошло наперекосяк но обошлось в данном случае для демонстрации это годится для боевой реализации так скажем для готовой программы конечно так делать ни в коем случае нельзя ну возвращаясь к реализации сама реализация модели то есть если вот убрать вот эти строчки их тут порядка сколько порядка 40 30 реализация модели заняла получается 120 строк ну не так мало но в общем то не так много и такого убористого кода который при первом конечно разборе получился может быть не очень простой но в целом ничего сложного не содержит тем не менее он в целом относительно объемный а вот подключение данных к проекту заняло несколько строк в конструкторе и несколько строк в обслуживающих функциях реакции на действие пользователя достаточно немного и это в общем то отражает удобство такого подхода то есть мы один раз продумали конструкцию структуру данных реализовали и дальше в общем то можно путем небольших манипуляций расширять набор параметров сохранение данных доступу данным базу данных и так далее все это можно делать но в целом конструкция останется более-менее вот такой какая она есть и уже дополнительных изменений глобальных в общем то не должна потребовать если конечно не будет каких-то очень серьезных перестроений но это всегда конечно возможно но в основном не должно быть и в этом как раз преимущество ну и давайте посмотрим вроде проект у нас от компилировался вроде мы ничего не меняли попробуем допустить вот наше главное кошка вот три варианта отображения данных в первых двух вариантах table и лист я так расположу отображается только верхний уровень иерархии там у нас было добавлено три элемента мы их выделяем они выделяются во всех трех окошках а вот здесь у нас все уровни иерархии потому что это древовидная структура вот позитив у нас появился вот еще позитив вот еще позитив сплошной позитив ну так вот тестовые данные вот в той адовой функции которую я показывал не были организованы таким образом что первый элемент был без потомков второй с одним уровнем потомков и третий с двумя уровням потомков по три в каждом эти элементы можно выделять вот если я выделяю элементы нижних уровней соответственно выделение здесь пропадает вот здесь она опять появляется элементы можно выделять группой зажав клавишу control и удалять выделенные элементы вот они удалились ну кстати говоря ошибка возникла то есть все-таки под конец видео у возникла проблема которую я не ожидал это был экспромт то есть функция удаления отработала неверно ту которую я рассказывал которая по иерархии разбирает элементы и их удаляет это будет повод следующем видео разобрать почему так произошло тем не менее все таки функциональность я покажу то есть добавление элементов работает добавление элементов в иерархии работает вот здесь появляются артефакты из за того что у нас вначале сломалась структура но тем не менее работает добавление вот она нормально все появляется и если мы выделим несколько элементов у нас удаление тоже сработает вот осталось два элемента выделено было два уровня иерархии есть подозрение что что-то неправильно отрабатывает если у нас выделены элементы разной уровне иерархии разного уровня иерархии скорее всего из-за этого возникла ошибка сейчас попробуем это проверить я выделяю этот элемент выделяю этот элемент пробую удалить да нет подрабатывает как-то нормально вот ну ошибку будем искать то есть это вот все таки бывают такие ситуации на это тестирование собственно и нужно вот но в целом видно что данные размещены разместились в окошках работают а в следующем видео мы с вами разберем то что не успели сегодня а конкретнее есть у нас собственно механизм под названием делегат модели представления вот с ним неплохо бы разобраться и есть у нас использование моделей прослоек так называемых отчасти мы уже с этим столкнулись когда реализовывали выделение вот она selection model это пример модели прослойки вот с этими моделями прослойки мы и поработаем попробуем добавить наше приложение не только отображение элементов но их сортировку вот ну и конечно поиск ошибки почему у нас в начале возникла такая неприятная ситуация что элементы удалились не так как мы этого ждали вот пожалуйста еще вот это все проявляется то есть у нас часть элементов системе там с одинаковыми идентификаторами появились вот они нам мешают нормально удалять объекты на этом все до следующего ролика счастливо